Пентагон признал войска КНДР реальны и это реальная угроза. Путин не признает, что он геополитический труп и хватается за последние международные ниточки. Гру не выдает своих, но мы их находим и действуем на опережение. Только объективные новости признаем и рассказываем здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Роденьки, еще дурненьки. Корейцы уже в Москве и с ними не поймем, чему радуюсь, фотографируются россияне. Наверное, гордятся картинкой с пока еще живыми ведущими, как преподносят русские паблики, офицерским составом КНДР. Сдавайтесь в плен и жизнь сохраните, и еду, а не траву увидите, да еще и как поживете, не как кильки в банке. В Украине создали ролик обращения на корейском языке для солдат из Северной Кореи и их призывают сдаваться в плен. Обещают трехразовое питание, крупы, мясо, овощи, свежий хлеб. Также выделим светлые просторные комнаты для проживания. Нам не жалко. Все то, чего северокорейцы никогда не видели в липких автократических объятиях Ким Чен Ына. Они действительно уже там, на территории Российской Федерации. Пентагон впервые официально подтвердил, да, военные СКНДР в России. Но правда еще задаются вопросом, с какой целью. Что, конечно, немного поражает. На Ленина в мавзолее поглядеть, в Эрмитаж сходить, пофоткаться с местными. Иронизируем мы. Но без шуток. Глава Пентагона Ллойд Остин впервые официально подтвердил северокорейские военные прибыли в Россию. Об этом сообщает Ройтер. Есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России, сказал он журналистам в Риме. В то же время Остин отметил, что пока точно неизвестно, чем же именно солдаты занимаются в РФ. Что именно они там делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться, уточнил глава Пентагона. Ответы Остину дает Кирилл Буданов и все мы. И даже подскажем, где искать и проверяя, чем же они заняты. Первые солдаты КНДР могут появиться в Курской области уже сегодня, сообщил начальник главного управления разведки и обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии в Арзон. Ждем первые подразделения на курском направлении, заявил он. Впрочем, пока не ясно, сколько и как они будут оснащены. Это увидим через несколько дней, добавил Буданов. Войска КНДР перемещаются вглубь России. То, что Россия планирует сначала применить эти силы в боях на курском направлении, подтверждают и в нашем Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины. Украина зафиксировала перемещение войск Северной Кореи с тренировочной базы на Дальнем Востоке вглубь территории России, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Он добавил, что Россия планирует применить корейцы во время боев в Курской области. Конечно, сразу в тысячном объеме мы боевых рабов Кима, а теперь уже и Путина на нашем фронте не увидим, но процесс пошел, отмечает в нашем эфире военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Светан. Первые подразделения однозначно выйдут на линию боевого соприкосновения. Недавно уже проходят обучение. Это, может быть, несколько десятков человек. То есть это не тысячи, это не две бригады и так далее и тому подобное. Действительно проходили подготовку. В основном командный состав, ну, сержантский, если так говорить, по северокорейским меркам, который проходил подготовку для вывода на линию боевого соприкосновения и дальше будет возврат обратно до подготовки уже своего личного состава. Вот этих тысяч, которые могут, в принципе, через определенное время появиться на нашем фронте. Я думаю, что сейчас за ними будет такое пристальное внимание для того, чтобы не дать возможности доподготовить уже основной личный состав северокорейцев. Их надо будет уничтожить. Механизмы УГУРа есть. Северокорейцы реально готовятся вступить в боевые действия. То есть те договоренности, которые были достигнуты между Северной Кореей и Россией по участию северокорейских войск в нашей войне и по передаче Северной Кореи некоторых механизмов ракетного оборудования, ядерного использования там некоторых средств в доставке. То есть этот процесс, он уже пошел. Помимо нелегких и последних денег, цель КНДР постараться сделать из своих оловянных, неопытных солдатиков настоящих. Для КНДР помощь России военными, кроме заработка на этом, также является обкаткой своих солдат в условиях современной войны для дальнейшего противостояния с Южной Кореей. Курщина и участие в боях там станет первым этапом этой обкатки, отмечает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Какую же еще выгоду может получить Пхеньян в обмен на свежину в виде своих солдат? Северная Корея отправила своих людей и оружие в РФ в обмен на российские деньги и технологии, что предусмотрено секретными положениями договора о взаимопомощи, который Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне 19 июня этого года, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, пишет The Economist. И человеческая и военная жертва КНДР отнюдь не благотворительность. По словам Буданова, РФ помогает Северной Корее обходить санкции и укреплять ее ядерный потенциал. В частности, страна-агрессор, по словам Буданова, передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет. Независимого подтверждения, впрочем, этому заявлению нет, говорится в материале. У нас есть партнеры, у них есть союзники. Украина уже по уши в мировой войне, как и в первые дни Второй мировой войны. Не все это еще видят, сказал Буданов. The Economist пишет, что Россия не слишком обеспокоена своими планами эскалации. Вопрос о том, как поведут себя северокорейские войска на поле боя, впрочем, остается открытым, поскольку они еще не сталкивались с реалиями современной войны, в которой доминируют смертоносные ударные беспилотники. В материале указывается, что войскам КНДР потребуется несколько недель, чтобы адаптироваться, если они продержатся столько. Но для Буданова это все же нежелательный эксперимент. Одно дело, российские солдаты, большинство из которых не мотивированы и смирились со своей участью. Северные корейцы же приходят заранее за программированные диалоги. К примеру, у них есть семьи на родине, которые могут быть казнены, если дела пойдут плохо, говорится в статье. Они решают некоторые проблемы для русских, есть повод для беспокойства, добавил глава ГУРМИН обороны. Но, по большей части, ждет корейцев мрачной реальности участь расходного материала для России. Кроме того, существует риск дезертирства со стороны северокорейских военных. По данным некоторых источников, эти процессы уже начались. Сообщения о том, что Северная Корея готовит войска для участия в войне в Украине, вызвали беспокойство относительно возможной эскалации конфликта. Эксперты отмечают, что этот шаг может свидетельствовать об углублении отношений Пхеньяна с Москвой, хотя северокорейские солдаты могут оказаться просто пушечным мясом, пишет бизнес-инсайдер. Несмотря на исторические связи между двумя странами, интеграция северокорейских солдат в российские боевые операции может вызвать логистические и языковые трудности, поскольку большинство северокорейцев не владеют русским языком. Кроме того, в российской армии существует значительный уровень расизма, что может повлиять на статус северокорейских военных в российской иерархии. Эксперты также предупреждают, что эти войска могут стать расходным материалом в жестокой военной структуре России. По словам Эдварда Хоуэла из Оксфордского университета, мрачная реальность заключается в том, что северокорейские войска, скорее всего, будут просто пушечным мясом для России. Существуют также риски дезертирства, что уже произошло с частью северокорейских солдат, по данным некоторых источников. Это сотрудничество между Россией и Северной Кореей, как отмечает Бермудес, свидетельствует, что их отношения гораздо более тесные и опасные, чем мы хотим. Хотя многие считают, что это партнерство – отчаянная договоренность в краткосрочной перспективе, оно выгодно обеим сторонам. Киньян получает экономическую и военную поддержку, а Россия – необходимые ресурсы для продолжения войны в Украине. Тем временем главный пухлящ Северной Кореи Ким Чин Ын провел инспекцию стратегических ракетных баз и приказал военным быть готовыми нанести контрудар по врагам в любой момент. Эта инспекция ОНАДОЖ совпала с приближением президентских выборов в Соединенных Штатах Америки и может быть попыткой укрепить его авторитет на международной арене. Правда, у него его давно нет, пишет об этом издание Bloomberg. На опубликованной всереду фотографии, которую распространило официальное корейское центральное информационное агентство, Ким стоит рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными доставить ядерную боеголовку на территорию США и общается с военными чиновниками. Северная Корея часто проводит провокационные акции, такие как испытания баллистических ракет в период выбора в США, и этот визит выглядит как попытка продемонстрировать военную силу перед важной датой голосования 5 ноября. Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы США создают постоянно растущую угрозу для его страны, из-за чего Пхеньян должен усиливать оборонный потенциал для возможного контрудара при различных обстоятельствах. Также он отметил необходимость дальнейшей модернизации стратегических ракетных баз и обеспечения полной боевой готовности, чтобы иметь возможность быстро реагировать на возможные угрозы. На них вечно кто-то нападает на таких диктаторов. В декабре прошлого года Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты «Хвасонг-18» на твердом топливе, которое упало в море вблизи японского острова Хоккайто. Эти ракеты являются самыми мощными в арсенале КНДР. В последнее время ситуация на корейском полуострове обострилась. Южная Корея жалуется на отправку с севера мусорных шаров, а Пхеньян обвиняет Южную Корею в отправке беспилотников. Также были взорваны дороги, соединявшие две страны – автомобильные и железнодорожные. Кроме того, Южная Корея заявила, что Северная Корея направила войска в Россию для поддержки ее действий в Украине. Твердотопливные межконтинентальные ракеты, такие как «Хвасонг-18», готовы к запуску за считанные минуты, что сокращает время для реагирования со стороны США. Однако остаются вопросы относительно их способности преодолеть американские противоракетные системы и эффективности при попадании в цель. Но Южная Корея не сидит сложа руки. Там изучают возможность передачи Украине боеприпасов и вооружений в ответ на отправку военных КНДР на Российско-Украинскую войну. У Сеула есть 3-4 миллиона снарядов калибра 105 мм, которые так нам необходимы. Военный портал Defense Express пишет, что в апреле в Центре стратегических и международных исследований CSIS сообщали о наличии у Южной Кореи миллионов лишних снарядов калибра 105 мм, которые можно было бы передать Украине, которые нужно было бы передать Украине. Эрдогана в Казани угостили чак-чаком, а супруге вручили букет. Ничего себе, там принимают. Ведь уже мало кто к изгою-диктатору поедет в принципе. На саммит БРИКС прибыл и президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган, как видим, чья страна членом участника этого объединения не является, но вполне не прочь зачем-то, возможно, присоединиться. Мы друзья мира, подбирает Си Цзиньпинь. Праздник тот же, день второй. В российской Казани Путин пытается доказать всему миру, а по большей части себе, что он не одинок. В контексте украинской повестки Китай, Индия и Бразилия создали группу друзей мира, сообщил в ходе второго дня саммита БРИКС китайский лидер Си Цзиньпин. Суд заключается в содействии миру, недопустимости эскалации и переноса конфликта на третьи страны. Председатель КНР заявил, что в БРИКС крайне важно продвигать мирную повестку в имя общей безопасности. Только на каких условиях и как продвигать этот вовсе несправедливый мир, забыл уточнить. Мы должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И может это сопровождаться большими потрясениями, в том числе и те, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке. Но мы еще с коллегами поговорим на этот счет. Абстрактно, неинтересно и вовсе непонятно. Зачем же в принципе Путин устроил эту пиар-акцию фрик-шоу в Казани? Создать механизм для усиления военного потенциала с целью продолжать свою кровопролитную войну против нас. Вот каковы задачи ставит перед собой Путин, собирая из страны БРИКС. Хоть далеко не все к нему поспешили приехать. Москва заключает двусторонние соглашения, чтобы смягчать влияние западных санкций, отмечают аналитики Американского института изучения войны. На саммит БРИКС в России прибыли 36 мировых лидеров, в частности из Китая, Индии, Ирана и Южной Африки. Кремль будет пытаться создать на мероприятии механизмы для усиления своих военных усилий в Украине. Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчая влияние западных санкций. Путин нагло использует БРИКС для ослабления Запада и Украины, размышляет издание The Telegraph, называя саммит дипломатическим переворотом для российского диктатора. Поскольку его пока не избегают как полного международного изгнанника, как будто наоборот, он председательствует навстречу стран, представляющих примерно половину населения мира и около 30% мировой экономики. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также Иран и Египет. Президент Турции, который является членом НАТО Раджепта и Пардаган, как видим, тоже прибыл в Казань. Присутствие китайского лидера Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Норент Ремоди свидетельствует о важности саммита, и он даже может конкурировать с G7. Наиболее возмутительным для Украины является то, что на саммит БРИКС приехал генсек ООН Антонио Гутерриш. Кроме того, несколько участвующих в саммите стран ратифицировали Римский устав Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Как пишет The Telegraph, Путин использует БРИКС, чтобы показать, что он неизолирован, и чтобы ослабить влияние Запада. Самое наглое то, что российский лидер представил себя представителем постколониализма, даже когда он проводит саммит в Древнем ханстве, аннексированном России. Более того, чем еще есть попытка оккупации Украины, как ни империалистической затеей, вопрошает риторические издания. Но, как всегда, для Москвы есть нюанс, куда же без него. Россия сталкивается с препятствием, в том числе с тем, что среди членов БРИКС есть страны, которые никогда, никогда между собой не договорятся. К примеру, Китай, Индия, Саудовская Аравия, которая не прибыла, и Иран, Египет и Эфиопия также вряд ли встретятся лицом друг к другу. В отличие от G7, рознь между странами, вероятно, разрушит захватнические амбиции Путина. Соглашается в эксклюзивном разговоре с нами и политолог Валерий Клочок. Показательными были объятия МОДИ и Путина, а также встреча с ИИ Путина. Это говорит о том, что эти страны готовы поддерживать хорошие отношения с Россией, ибо Путин был принимающей стороной. Поэтому, в первую очередь, это визит к Путину, а не в Россию. Сейчас появляются сообщения о том, что идеи Путина, как вот внедрение параллельной платежной системы, не получают поддержки от его потенциальных партнеров. Потому что БРИКС – это не союз, это просто саммит, куда съезжаются страны. Но у них нет формальности с подписанием общих бумаг, как поступает в НАТО. У них даже голосования нет. Но они уже начали разговоры о создании отдельного крыла безопасности. Это свидетельствует о серьезных намерениях Путина и СИ. Однако у них также есть разногласия, к примеру, в Индии и Китае. Поэтому не следует недооценивать эту структуру. А такие собрания БРИКС также имеют цель объединить вокруг себя и другие страны. Владимир Путин пытается выезжать из открывшегося в Казани саммита БРИКС все, что только можно. Получить от крупного международного форума демонстрацию отсутствия международной изоляции России. Двусторонние встречи с лидерами таких важных в мировой политике государств, как Китай, Индия или Турция. Напоминание о том, что Россия, несмотря на продолжающуюся войну с Украиной, все еще как будто важный мировой игрок. И все же я не заблуждался бы насчет демонстрации возможностей, говорит Виталий Портников, журналист и публицист для Крым Реалии. Да, 36 делегаций – это немало. Да, встреча Владимира Путина с Идзиньпином, несомненно, одна из важных мировых новостей. Да, высокие гости не будут задавать российскому президенту неудобных вопросов, напоминать об аннексии Крыма и других украинских регионов. А когда будут обсуждать вопросы войны России против Украины, главным образом станут упоминать о стремлении к миру, так оно и есть, и готовности стать посредниками достижений договоренностей, как Индия. Все это так, говорит Портников. Но между Путиным и остальными лидерами стран БРИКС, думает он, есть одно важное отличие. Ни у председателя КНР, ни у премьер-министра Индии, ни у президента Бразилии, ни у президента Южноафриканской республики нет никаких проблем с поездками в Соединенные Штаты, в страны Евросоюза. Они проводят важные международные саммиты, которым действительно приковано внимание всего мира. Вспомним хотя бы недавние поездки в Соединенные Штаты Си Цзиньпиня на Рент-Ремоди, вспомним о визите Эмманурия Макрона в Китай и об ответном визите Си во Францию. Очевидно, что между западными странами Китая проблем не исчез, но лидеры этих стран собеседники, а Путин пеской. Многие считают, что российский президент уклонился от поездки на саммит группы 20 в Бразилию прежде всего потому, что боялся ареста. А Портников продолжает считать, что он боялся унижения. Потому что в Бразилии западные лидеры бойкотировали бы Путина так, как они сейчас бойкотируют Лаврова. И было бы очевидно, кто с кем встречается. Си Цзиньпин, Моди или бразильский президент Лула да Силва, вовремя проскользнувшись перед отлетом в Казань, проводили бы одну встречу за другой. А Путину осталось бы общаться только с ними самими. Потому что решение российского президента аннексировать Крым и начать после 8 лет конфликта на Донбассе большую войну с Украиной дорого ему обошлось. Даже если в Казани ему об этом не расскажут. Поэтому не нужно бояться назвать вещи своими именами. А какими, вот сейчас Виталий Портников нам и уточнит. Да, Путин не изолирован на так называемом глобальном юге. Но в мире как таковом он изолирован. И ему, уверен, приходится довольствоваться декорациями, а не реальными союзами. СНГ – декорация. И поэтому Путину, похоже, как студенту-заучке, приходится спекулировать собственным днем рождения, чтобы зазывать однокурсников, лидеров стран СНГ, на праздничный пирог. БРИКС, конечно, выглядит куда внушительнее СНГ, но вот только лидер там отнюдь не Путин. Никаких реальных решений организация, в которой состоят извечные конкуренты Индии и Китай, принять не может. А расширение БРИКС, о котором мечтали в Москве, пока что заблокировано ЮАР и Индией. ШОС – еще одна региональная организация, в которой китайское влияние окончательно вытеснило российское. Есть чем гордиться, кроме того, что в Казань съехалось так много президентов. Президентов, которые уже вскоре отправятся на двадцатку и не встретят там Путина. Расшатать международный порядок и вогнать мир в хаотизацию – вот ключевая цель Путина с детства. Впрочем, цели глобальные в этом во всем ноль. Просто война. Война и войны. Единственное и последнее, что дает Путину удержаться за чемоданчик власти. Россия и Иран готовятся спровоцировать насилие в Соединенных Штатах Америки после выборов. При этом Россия, скорее всего, попытается это сделать независимо от того, кто победит в Белом доме, пишет Associated Press. В меморандуме, опубликованном во вторник управлением директора национальной разведки, говорится, что обе стороны могут поддержать насильственные протесты, либо тайно организуя мероприятия самостоятельно, либо поощряя участие в тех, которые запланированы внутренними группами. Цель будет заключаться в том, чтобы усилить раздел, поставить под сомнение результаты выборов и усложнить передачу президентской власти как таковой. Согласно рассекреченной записке национальной разведки, в январе российская военная разведка пыталась завербовать американца для организации протестов в США. Американец, вероятно, не подозревал об этом и не знал, что контактирует с российскими агентами, говорится в записке. По словам представителей разведки, рис того, что один из противников Америки может спровоцировать политическое насилие после выбора в этом году выше, поскольку чиновники обеих стран теперь лучше понимают сложный процесс, который США используют для подтверждения результатов голосования. Официальные лица говорят, что Россия и Иран, а также Китай, хотят подорвать американское единство, распространяя ложные и вводящие в заблуждение заявления о выборах, голосовании и таких острых вопросах, как иммиграция, экономика или федеральный ответ на недавние ураганы. По словам чиновника из управления директора национальной разведки, Россия, скорее всего, попытается спровоцировать протесты в США, независимо от того, кто победит в Белом доме. Однако в случае по ПДК Малыхарис ответ РФ ожидается еще более агрессивный. Хотели подорвать украинскую столицу по заказу ГРУ, но все пошло опять не по плану. СБУ и национальная полиция объявили о задержании в Запорожской области двух людей по подозрению в подготовке террористического акта в Киеве по заказу военной разведки страны-агрессора России, более известной как ГРУ Минобороны РФ. По словам правоохранителей, фигуранты должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест Киева. Согласно версии контрразведки СБУ, целью российских оккупантов было добиться максимального количества погибших среди гражданского оселения столицы Украины для распространения панических настроений среди граждан. Для совершения теракта военная разведка РФ дистанционным путем завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, а та искала легких заработков через Телеграм. После вербовки она получила от оккупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов, сообщили в СБУ. Далее фигурантка использовала два мобильных телефона, которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который в нужный момент должна она была достать из тайника. Его геолокацию российские кураторы планировали предоставить ей уже накануне теракта. По версии следствия, подозреваемая находилась на связи с кадровым сотрудником ГРУ, который находился на временно захваченной армии РФ в части Запорожской области. К сотрудничеству с россиянами фигурантка привлеклась его 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба должны были выполнить контрольное, так сказать, задание российской спецслужбы поджечь несколько единиц военно-техники ВСУ в районе Запорожья. Контрразведчики СБУ задержали фигурантов, когда те пытались поджечь боевую машину пехоты, выполняющую задачу на Южном фронте. На месте происшествия у них изъяли орудия преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по части 2 статьи 28 части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Это госизмена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал в качестве меры пресечения содержание постстражей без права унесения залога. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ совместно с национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Потерпевшие кораблекрушения погибают не столько от голода и жажды, сколько от страха, что пищи и воды не хватит. Стоит только подумать, что проиграл, и в тот же миг начнется поражение. Коба Абе, японский писатель. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Друзья, спасибо, что вместе с нами. Благодарю, что приходите каждый день на этом же месте. Будем ждать вас завтра вновь. А пока подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го, оставляйте свои комментарии, лайки. Все это более чем приятно и позволяет нашим беседам и авторским программам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Продолжение следует...